друзья всем привет сегодня как обещал расскажу про брудер прошел у нас год эксплуатации вот этого брудера расскажу что да как что понравилось его эксплуатации что не понравилось и чтобы сделали по-другому значит вот здесь у меня шпаргалочка я не писался конструкция значит по конструкции вот конструкция вот такая как это называть типа сундук что ли да в общем когда крышка у вас открывается вот так вверх на мой взгляд сугубо на мой взгляд это самый удобный вариант вот то есть удобен чем вы можете видеть всех цыплят как бы никто от вас не скроется не скрещется достать любого цыпленка до зайдя с трех сторон без проблем удобно ставить кормушки поилки в общем обслуживать все замечательно все удобно так по крышке крышку я бы все-таки делал потому что крышка она здорово экономит затраты на отопление этого брудера вот вы можете и и зачем-то палочку то лучше мешало видеть вы можете регулировать потом уже по мере взросления цыплят вот я с 5 где-то с пятого дня с пятых суток уже начинаю вот сюда вот ставить какие-то вот такие подпорочки чтобы была циркуляция воздуха небольшая вентиляция да вот то есть крышка в принципе я считаю что здесь нужна далее по размерам опять за рулет так ну здесь 25 здесь 40 я помню в принципе вот эту высоту я бы оставил меньше не делал почему потому как вот допустим когда у меня здесь были лампы и фред его красные инфракрасные лампы нагревательные то цыпленок возрасте где-то в районе 20 дней он уже прыжки доставал до этих ламп и мог и цоколь отломить короче в общем механически повредить от нагреватель поэтому меньше наверное не стоит 40 делать сейчас вы видите у меня здесь другой нагревательный элемент которым я вот на за эти 5 дней что его эксплуатирую на новой партии цыплят более чем доволен вот значит по электрике расскажу чуть позже пока у меня работает стандарте через диммер вот через такой я регулирую вручную вот по лампы видно да лап покажи что вот напряжение меняется вот сейчас вот так стоит и я как бы после вот ну рано делать конечно надежности выводы но первое впечатление очень положительное и я хочу такие же сюда вот приобрести и повесить на верхние руса когда я буду пересаживать цыплят если мне необходимо будет их подогревать то я буду делать скорее всего вот этими нагревательными элементами этот нагреватель он из веруа в районе 2000 стоит но не очень хорошая конструкция у него очень греется вот эта задняя стенка что в принципе наверное плохо так как лучше бы он грел вот сюда в большей степени но вот этот вот сам нагреватель я думаю что можно найти более продуманной конструкции не в принципе за те же деньги что я купил я просто увидел меня когда было там искать и смотреть я его приобрел как на пробу в общем буду смотреть такие же вот туда наверх клеток но видимо другого производителя так что дальше значит по высоте мы поговорили поддон вот от поддона в принципе как клетках я говорю что можно сделать меньше 20 сантиметров думаю что здесь будет более чем достаточно вот вот это уже расстояние произвольно можно делать какое угодно я делал просто чтобы у меня бадья вставала да и было удобно чистить помех значит колесики я говорил что они могут здесь быть но смысла в них особого нет но удобно конечно когда убираешься там его откатить одному не носить его там вдвоем да в принципе для брудера можно делать колечки да есть удобство определенное значит здесь по зоне помета удаления вот я сделал здесь такие панели это потолочная панель простая потолочная пластиковая панель и вот кто-то мне пишет писал нужно закрывать вот эту вот сторону обязательно иначе здесь сквозняк пипец там сдувать цеплят но нет этого не происходит но если вдруг кому-то хочется вы можете элементарно сделать здесь на петлях какую-то открывающуюся дверцу во всю длину пускай даже вот эту же панель вот и просто по когда будете чистить помет ее открывать здесь фиксировать как-то почистили опустили обратно я в этом не вижу необходимости считаю что даже лишнее это дело потому что циркуляция воздуха все равно какая-то должна быть то есть вот снизу сетки и с выходом вот через крышку так теперь о недостатках давайте пока я про габариты проговорю здесь сколько у нас было не помнишь 90 или около метра до 8 длина 2 метра здесь где-то два квадратных сантиметра два квадратных метра до метра парди по пардоните значит два квадратных метра я его использую на 100 цыплят до двадцатого дня вот в принципе это нормально по количеству по плотности посадки они не давят друг друга в общем прекрасно здесь могут разместить 100 цыплят до двадцатого дня если их здесь больше до 200 я выращивал в этом брудере в одном 200 я растил до 14 уже было так знаете пограничное состояние тесновато им было но до 14 кое-как со скрипом можно здесь вот вырастить с 200 цыплят и потом часть хотя бы половину пересадить вот я пересаживал на верхний ярус также с подогревом потолочного этого нагревателя инфракрасного лампы вот так по сетке значит сетка здесь ячейка 12 половина 12 половиной толщина проволоки 16 все что нашел конечно лучше чтобы здесь была толще сетка но в принципе для цыплят может быть это не так критично да они маленькие легкие в общем здесь у меня 16 там сами смотрите какую толщину применять значит по цыплятам до 3 до третьих суток они у меня находятся на пеленке вот по после 3 третьих суток я уже перевожу на сетку принципе кто как может можете держать их и дольше но после трех они уже начинают прилично гадить и на пеленках прям такой болот сообразовываются какашка не чумазы грязные либо чаще меня пеленки вам остается вот ну я перевожу как бы имея процент брака то есть что я имею ввиду то есть из 100 штук при переводе с третьего дня у меня где-то один-два цыпленка попадает суставом вот в эту сетку вот то есть как не лапами а вот коленки до своей они ложатся когда застревают у них как бы в распор стоит нога и они не могут выбраться я их конечно же достаю потом но многие травмируются фатально скажем так и потом начинают уже подпохрамывать то есть где-то один-два цыпленка могут пострадать вот от такой конструкции пола ну как бы вот так можно я еще раз повторяю где-нибудь там до 5 до 5 суток на пеленке держать и проблем не возникает так да еще что о недостатках значит какой недостаток но недостаток это скорее скорее всего связано только с нашим хозяйством это не рациональное использование площади в курятнике что я имею ввиду я имею ввиду то что у меня один ярус всего лишь вот этой вот этого брудера дальше в будущем наверное мы планируем все таки выводить сезон цыплят поэтому нам нужны какие-то брудероволи вместительные я наверное буду делать такой же конструкции попробую двухъярусные сделать но на нижние ярусы нужно будет какую-то другую крышку предусматривать то есть там какую-то сдвижную конструкцию может быть вот а верхнюю в принципе можно такой же капотного типа сделать как бы нет проблем и конечно не так будет удобно обслуживать их так как придется предусмотреть довольно таки ну где-то думаю 40 сантиметров расстояние между ярусами чтобы можно было ставить а ну да можно было ставить и и поение и кормление и все остальное как бы да а верхняя уже часть брудера нужно будет какой-то вот этой маленькой лесенке наверное обслуживать ну неудобно но зато я смогу более эффективно использовать площадь нашего курятника возможно я вообще сделаю вот такого плана брудера еще попробую то есть с боковыми стенками там 3 или 4 яруса это наш первый брудер для бройлеров он в принципе тоже неплохо отработал здесь вот линолеум из линолеума поддоны и стандартная в принципе схема этого брудера тоже сетчатый пол но все как обычно вот и только единственный конечно он будет из металла если будет вообще а так в принципе вот эта конструкция очень удобно на мой взгляд это максимально удобная конструкция для брудера вот такой крышки если вам не нужно в большом количестве цыплят выращивать то в принципе вот это наверное оптимальный вариант так дальше значит что я хотел сказать так пеленки сетка количество цыплят сказал значит стенки вот здесь у меня стоит сэндвич панель я говорил это простые оконные откосы из леруа смотрите за год эксплуатации в принципе с ним ничего с ними ничего не случилось все нормально даже я их подпаливал вот горелкой здесь видно да плавились они у меня но в принципе в принципе все целы единственное что вот в этом месте смотрите исключительно из моей неаккуратности да потому что я здесь долбил грязевой фрезу и от керхера вот видите расслоение произошло слоев вот этих пластиковых и немножко я выбил здесь утеплителя так по поводу стенок я что хотел сказать я в принципе для себя не решил но скорее всего нету смысла особого делать утепленные стенки вот в нашей ситуации почему да потому что брудер стоит в теплом относительно теплом помещении и в принципе брудер используется здесь как элемент обогрева этого помещения поэтому как бы консервировать тепло в одном только брудере не имеет смысла поэтому я наверное стенки буду эти делать просто из зонцинковки вот может быть из пластика какого-то из чего-то не знаю я еще не решил на будущее попробую по крайней мере сделать если у вас помещение холодное тогда да тогда есть смысл здесь что-то такое с утеплителем ставить вот потому как в принципе вот даже 600 ватного обогревателя за глаза хватает чтобы нагреть вот этот брудер вот так что если здесь будет просто металл я думаю что не сильно я потеряю в тепле так дальше что так по электрике электрика значит смотрите по электрике у меня было все заведено через диммер это розетка постоянного питания минуя диммер то есть ну так что то подключить здесь пылесос сюда включал выключатель в принципе здесь не нужен это так я поставил был был как говорится переделаю я вот эту систему он очень каким образом смотрите вот пришел у меня из китая такой терморегулятор я поставлю терморегулятор на нагрев брудера вот на этот вот нагреватель то есть у меня он будет работать через него тем самым автоматически будет будет поддерживать заданную температуру до которую я здесь установлю и оставлю в цепи диммер вот почему оставлю диммер цепи я его поставлю не на полную мощность этот диммер и он у меня уже исходя из вот этой неполной мощности вот этот регулятор будет регулировать температуру брудере для чего диммер оставлю мало ли там взрослая птица уже будет он часто срабатывать я просто здесь вот уберу на минимум и чтобы более корректно все работало у меня и потом у меня здесь скачки напряжения бывают очень большие и напряжение иногда скачет до двухсот семидесяти вольт я не знаю как себя вот поведет этот нагреватель при таком напряжении потому как лампы у меня перегорали при таком напряжении периодически так что я вот перестрахуюсь и диммер оставлю в этой цепи а свет свет я сделаю отдельно независимо от нагревателя и независимо от диммера света я уже могу регулировать из принципе диодные лампы они на регулировку диммера не поддаются вот вы можете видеть ну кстати совершенно незначительно поэтому смысла не вижу накаливание ламп отсюда берутся просто у меня на диодных сейчас нет и я диодными лампами уже буду пытаться здесь экспериментировать с режимами освещения бролера но я об этом говорил есть несколько схем и некоторые схема говорят о том что если вы цыплятам будете давать ночь вот именно после седьмых суток там до 20 особенно это важно то вы потом альтернативой получите усиленный рост уже в более зрелом возрасте ну посмотрим как бы это уже так теория а там уже будем на практике проверять и теоретически меньше водянки да ну я уже говорил что вот эта система освещения различная она влияет и на возникновение асцита так по свету сказал что еще что еще брудер работает год в режиме нон-стопа помыли цыплят заселили цыплят выселили помыли цыплят заселили то есть он постоянно в работе вот за это время в принципе смотрите с ней ничего не случилось а вот по поводу покраски меня спрашивали стоит ли красить брудер но я считаю что стоит красить брудер вообще все стоит красить чтобы хотя бы самим вам было приятно на это смотреть вот почему ну потому что здесь когда голая железка она здесь будет все равно это самое ржаветь до несколько и ну будет такой в неприглядный вид превращаться а вот так в принципе вот в этих местах где не соприкасается с куриным пометом металл здесь краска вся сохранилась краска которая контактирует с пометом вот сейчас плохо видно но когда помоется это все будет видно отчетливо там не то что краски там уже и металл так скажем тоньше стал потому что все-таки металл он это самое не любит куриный помет ничего не любит куриный помет крышка обязательно должна выйти с поликарбоната да нет у меня здесь одно время на том брудере для индейки был вообще помощь этот натянут вечно падал тряпочный тряпочный да из какой-то пароизоляции или из этого самого чего там ультра силу мне кажется это пароизоляция да все-таки были пароизоляции насчет поликарбонат для крышки да это хорошо это здорово и для поддона я уже говорил не буду к этому возвращаться тоже очень удобно а то что она разъемный данный ну я рассказывал в ролике вот ссылка вот здесь будет как мы строили этот брудер вот почему он стал друг разъемным потому что мы просчитали с размерами которые позволяют проносить какую-то конструкцию на древной проем поэтому мы его вынуждены теперь разбирать наклонять боком выносить выносить ножки там мыть и выносить обратно собирать это неудобно поэтому будьте внимательны при проектировании ваших будущих конструкций бродеров клеток и так далее чтобы они заходили в ваше помещение через зверной проем залетали я высказала без проблем есть каких-то вопрос да нет в принципе но вот так в общем принципе все наверное что тут еще добавить кормушку какой-то используешь кормушке вот бункерные бункерная кормушка вот такие кормушки кормушек должно быть много для цыпляточек маленьких обычные поилки из банок а на квадратики ставишь помнишь написали мы вот видите на брусок который 4 сантиметра высотой вот у нас из этой партии есть цыпленок вот его надо убрать весь вертолет возможно что вот это как раз тот травмированный цыпленок которыми я тоже был в этой партии застрявший вот в этой сетке коленом коленом дам но вот пятого дня им уже это не страшно они уже крупнее значительно нет нет пятого да я взвесила ты знаешь одного выбрала маленького франс хватило что не меньше 110 грамм все на этом спасибо за внимание надеюсь информация была вам полезна подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте жмите колокольчик всем пока